Добрый день, друзья! Добро пожаловать на канал БАДУК1. Продолжаем партии с первым данным Фокси. Я играю черными. Наконец-то я приобрел кабель, который стоит 77 рублей, оказывается. Ну, я очень этому рад. Так, здесь я обычно резал, но что-то я здесь поспешил и сыграл спуск. Ну ладно, сейчас будем придумывать что-нибудь. Сейчас будем что-нибудь придумывать. Если я сюда, он заберет, я прорвусь. Если я сюда, он закроется. Давайте я лучше сюда сыграю. Ага. Ну и угол у меня живой получается. У оппонента осталась слабость одна. И в целом у него плотность смотрит в обе стороны. И сюда, и туда. Но здесь есть одна слабость, поэтому я, наверное, сразу сюда прилипну. Он, наверное, спустится. Да. Я могу здесь прыгнуть, поставить Атари и сыграть как Ари. В принципе, такая легкая форма у меня здесь. Ага. Такой ход. Ну, хорошо. Давайте я поставлю Атари и соединюсь. У меня база получилась хорошая. Мой оппонент игнорирует мой Какари. И тогда я, наверное, могу здесь либо выпрыгнуть. Давайте я, наверное, выпрыгну. Я мог двойной Какари сыграть в угол. Дом продолжает тут атаковать мою группу. Это нормально. Ну вот, как он будет угол защищать, я пока не понимаю. Ага. Таким ходом. Ну, моя группа более-менее себя нормально чувствует. А вот угол я поджал очень сильно. О, это интересно. Зачем мне эта стенка нужна? То есть, он хочет продолжить атаку моей группы, да, получается. Ну, ее сложно убивать. Давайте я здесь все равно сыграю ход, потому что у него слишком много камней, получается. Да, вот он начал резать. Ну, я здесь могу поставить Атари. А, он не стал резать. Хорошо. Да, здесь его право так играть. И, в принципе, двушку он уже скушал. Но, я думаю, я все эти камни пожертвую, чтобы укрепить угол. Пусть он их забирает. Это немного. Учитывая то, что я забрал его угол, это нормально. Ну, и здесь я буду играть против мою, верхний Какари. Вот, сейчас нужно будет как-нибудь побороться. Но, он особо не атакует мой камень. Поэтому, я могу им тоже выпрыгнуть. В принципе, у меня уже есть три угла, поэтому мне не жалко, чтобы он сыграл в Сан-Сан. Но, он даже в Сан-Сан не играет, поэтому я сам сюда сыграю. Как-то очень быстро играет оппонент. Понял он то, что группу особо не сможет убить. Ну, это он мне дает лишние форсированные ходы. Это я только приветствую такой подход. И я успею еще так сыграть от угла. То есть, пока я какой-то победоносной стратегии за моего оппонента не вижу. И, в принципе, здесь можно даже особенно не париться по поводу жизни и смерти вот этой группы центральной. Просто накидаю камни и продолжу играть от угла. Тут я могу жертвовать камушек за камушком. Это не проблема совершенно. Ну, и буду брать очки. То есть, центральную группу я не верю, что он сможет убить. Там очень много камней. Он сыграл такой ход. Ну, хорошо. Я соединюсь, сыграю Хана. Он может отрезать даже трешку эту. Но он пока этого не делает. Но эта группа очень живая. Так, в итоге он запрыгнул сюда. Это тоже для нас не проблема. Даже если он убежит. Мы получаем какие-то дополнительные ходы. Чтобы укрепить свою позицию. Так, это какой-то супер красивый ход. Я не понял. Это он так хочет жизнь построить. Ну, а дальше что? Ну, мои камни он не может поймать. Да, он может так отаре поставить только. Так, у него две точки разрезания. Значит, и здесь, в принципе, эта группа не живет. То есть, можно... То есть, он сыграет Хана. Я сюда, он закроется, и я убью. Да, поэтому я здесь могу как-нибудь укрепиться. Например... Ну, давайте я так сыграю, например. А эта группа не живет. Ну, в этом нет смысла. Там нету двух глаз. То есть, в принципе, партию мы уже выиграли. Давайте тогда вернемся к какой-нибудь самой слабой группе. Вот здесь могут возникнуть какие-то проблемы. Вот у этой группы. Слева. Поэтому я здесь добавлю ход. Он, наверное, сыграет Бамбу. Я выживу нижней группой сразу. Вот. И центральную группу он не может убить. Она слишком крепкая. Слишком там много глаз уже. Вот. И получается то, что особенно очков нет у моего оппонента. Мы ему все разрушили. Плюс убили группу. И еще одна группа у меня есть сверху. Статус, который не совсем понятен. Я думаю, сейчас не буду разрушать ему очки. Просто давайте как-нибудь так сыграю. Потому что очков у него немного. А почему он просит посчитать? Мы еще Йоса не доиграли. Пусть сдается или доигрывает. Ну, вот. Пусть сдается. Пусть сдается. Пусть. Немный. Пусть. 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 Ну, ему нельзя соединяться, его можно закрывать в будущем, этот камень. Я так особенно Йоса не считаю, потому что, раз мы убили эту группу, и у нас очень много очков, я думаю, тут минимум очков 30 мы выигрываем, поэтому напрягаться в этой партии не нужно. Ну, и ошибка оппонента самая большая, то что он очень быстро играет. Особенно не задумывается. Если estimator мы посмотрим, да, 32, как я говорил, около 30. И отыграть невозможно, потому что он ничего не может убить, у меня все группы очень живые. И у него нет потенциала для построения территории. Пока нажму на паузу. Ну, оппонент, видимо, решил героически проиграть по времени. Это хорошо. Бывает. Давайте разбирать партию. Так, значит, получается, я играл в этой партии черными, здесь я обычно режу, и он может, в принципе, вытянуться, и у меня будет выбор. Либо как-нибудь, ну, тут от лесенки еще зависит, да, то есть, либо я могу отари поставить, но тогда будет прорыв и отари. Либо будет спуск-спуск, пробой, и он забирает у меня весь угол. Но ему желательно доиграть еще, да, допустим, такой ход добавить, потому что иначе Адзи остается. То есть, если он сейчас будет играть Тенуки, то я в будущем могу сыграть сюда, это Сенте, потом сюда. И здесь, например, если будет такой сценарий, ну, то можно ку-борьбу, либо если он закроется, то я просто забираю Пануки в темпе. Это очень приятно. То есть, ну, я имею в виду, какие-то Адзи остаются. Поэтому по-хорошему белому лучше доигрывать. Но на стадии Фусеки совсем не хочется здесь добавлять ход, потому что черный может как-нибудь так сыграть. Или как-нибудь так. Или просто продолжать играть большие пункты. Вот. Значит, что еще может быть с разрезанием связано? Если он отодвинется, я спущусь, то он забирает в лесенку. Но эта лесенка, по-моему, за кого она идет? Может быть, за него, кстати, идет. Нет, за меня идет. Лесенка за него не работает, поэтому ему нужно либо предварительно сделать какой-нибудь админ на этом этапе. То есть, например, раз, два, три. И дальше черный выбирает. Черный либо отвечает как-нибудь, и белый забирает в лесенку. Но черный тогда получит здесь какой-нибудь атари, это большой ход. Вот. Либо черный сам тут забирает этот камень, как-нибудь так. И белый получает два хода. Такой или снаружи наоборот. Вот. А еще тут была, какая тут была ситуация. То, что можно сыграть атари, если он спустится, то мы тоже спускаемся. Он поворачивается. И если мы вытягиваемся, то нужно считать вот эту лесенку. То есть, атари вытягивания, потом сюда, это сэнде. Если он сюда, то мы сюда. Ну, за белых я имею в виду мы. Но здесь лесенка работает за черным. Мы уже считали ее. Поэтому, в принципе, черный имеет право порезать из-за того, что две лесенки идут на P17. Ну, которую я показал. И, соответственно, я всегда режу. Но я почему-то заболтался и спустился. Вот. Он тоже спустился. Я, в принципе, здесь тоже могу порезать. Там, допустим, что-нибудь такое будет. Ну, не уверен я точно, что именно. Но какое-то продолжение. Вот. Я решил прилипнуть нажатию сюда. Он закрыл это разрезание. Я сразу прилип сюда. Потому что, как я говорил, у меня в начале вот эта вся структура, стенка, можно сказать, она смотрит и наверх, и налево, и в центр. Ну, мы знаем то, что в центре нам играть не интересно в самом начале. Соответственно, мой выбор был между левой стороной и верхней стороной. И я пошел, исходя из дефекта. То есть, есть дефект. В B6 нет. Не защищено разрезанием. То есть, здесь, в принципе, можно там, порезать или просигналить, или сыграть, как я сыграл в партии. То есть, получить на халяву какой-нибудь ход. Ну вот, я очень надеялся, что он спустится, и вот на этот прыжок он сыграет вклинивание. Я поставлю атари и сыграю тенуки. То есть, это очень хороший сценарий за черного. Он здесь зачем-то порезал. Мы знаем то, что... Ну, во-первых, давайте посмотрим. Вот эти камни черных, они очень слабые. Камни белых очень сильные. От того, что белый здесь порежет, он только укрепит свою сильную группу. Но черный получит форсированные ходы, чтобы тоже укрепиться. Поэтому лучше атаковать такую структуру целиком. Типа того. То есть, ну, не нужно камни собаки по одному откусывать. Это только на пользу оппоненту. Вот, здесь он сыграл так, я укрепился. То есть, у меня теперь хорошая база такая. Вот, дальше можно было сыграть какой-нибудь такой ход. Либо спокойно вторгаться в угол, либо спокойно играть двойной какари, либо спокойно играть какой-нибудь другой ход. Вот. Но здесь, если бы я сыграл совсем-то нокий, он бы сыграл какой-нибудь такой ход. И, возможно, мне пришлось бы четыре камня отдавать. Я бы что-нибудь выменял. То есть, это тоже не катастрофично. И, в принципе, можно тоже так играть, потому что ход один очень большой. И, помимо прочего, тут можно еще побороться, что-нибудь придумать. Ну, окей. Я сыграл такой ход. Значит, и мой оппонент тут защищает угол. У меня был выбор либо просто вот так сыграть, получить такую форму. Но здесь у меня получается гота, и у белого получается большой такой угол. И у меня есть разрезание еще. То есть, если белый захочет, он может сюда сыграть. Ну, и, допустим, если так, то так. И что я могу сделать? Я могу поставить атари и порезать снизу. Но тогда что-то сложное там получится. Непонятно в чью пользу. Так, 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 так. Так умирает черный. А если... Ну, да. Черный тут умрет, но получит какие-то форсированные ходы. Вот. Например, можно получить такое атари. Потом можно получить такое соединение. Ну, можно вытянуться. И, допустим, там он как-нибудь так сыграет. Можно здесь еще закрыться. Ему нужно будет закрывать. Можно это вообще просто оставить на по-угрозы. Вот. И черный, в принципе, нормально себя чувствует. Потому что он выбегает. Здесь форма крепкая. Ну, тут не чистая еще жизнь. Может быть, другой ход нужен был. Может быть, нужно было бы играть вот такой ход. Чтобы группа была живой. То есть, он здесь закрывается. И, например, вот этот камень Е14 мы отдаем. Он нам пока не нужен. Просто такие какие-нибудь обмены и какой-нибудь такой ход. Что-то вот в таком духе. Группа слева теперь живая. Ну, просто показываю то, что я вижу. Я не все вижу. Вот. Но я решил сыграть такой ход. То есть, поатаковать его. Он не стал защищать угол. Соответственно, угол я ему выбил. Он меня заблокировал снаружи. Я сыграл два надзоки. Но здесь он решил так поиграть. И потом я понял то, что он строит стенку, чтобы что-то сделать с моей группой. Плюс эта стенка сочетается вот с этой большой стенкой. И мне нужно добавлять какие-то ходы в центре. Вот. Он тут сразу попробовал порезать. Но я думал то, что... Ну, в общем, тут ничего не режется. То есть, если сюда, то я Атари. Он соединяется. Я забираю. Он может Атари. Я сюда. Но здесь он не может порезать из-за вот этого Атари. То есть, там особенно ничего не режется. То есть, я вовремя добавил ход G13. Он забирает камни. Я получаю... Ну, наверное, раз я жертвовал, мне стоило сразу здесь прилипнуть. Он бы сюда. Я бы сюда так, наверное, получше за черных. Ну, окей. Значит, я получил какую-то крепкую форму в углу. Он как Ари. И если я здесь буду играть какой-нибудь мирный ход, тогда мы видим то, что здесь очень мощная стенка. И он может, в принципе, и выпрыгнуть, и какой-нибудь такой ход сыграть. То есть, там мое получается. Глобально это не страшно за черных. Потому что у белых территорий, в принципе, нет. Кроме вот этого низа. Угол мы у них забрали. Сами мы забрали уже четыре угла. Ну, три с половиной. И, в принципе, это играбельная ситуация. Плюс у нас есть плотность вот такая, от которой и слабости здесь у белых в этом месте E10. Плюс есть еще угроза там спасти камень D7. И все проатаковать. Поэтому что-нибудь придумать можно. Но я все равно сразу решил играть так. Прыжок-прыжок. Он сыграл сюда. Вот. И здесь я выпрыгнул. То есть, я думаю, что ему нужно было как-то накрывать этот камень. Потому что это же вторжение в мою, по сути дела. И здесь... Чего он испугался? То, что черный заберет себе большой угол. Как тут играть? Ну, допустим, так. Но у белого много очков получается. Да, черный забирает угол, но у белого много очков. Но он решил сюда походить. Я выпрыгнул. И дальше я-то думал, что он походит сюда. Это большой ход. Это очень большой ход по территории. Но почему-то сыграл здесь. Это очень странный ход. То есть, такая форма есть. Но она играется, если у черного здесь сильно. Ну, крепко. И если на этот ход черный ответил сюда. Тогда за неизбежностью белый играет такой ход. Вот. А сейчас получается совершенно другая ситуация. То есть, получается то, что мы выпрыгиваем. И он спокойно может сюда играть. Потому что ход один, он выбивает также базу у камней по четыре. Вот. И камни по четыре вот с этими камнями. Они как-то вот так в лоб не могут соединиться. Потому что... Почему? Ну, потому что придется что-нибудь отдавать. То есть, допустим, отпилить один камень L4. Да? Это тоже немало. Вот. Можно будет сюда еще вытянуться. И потом порезать как-нибудь вот так. И у черных там будут большие проблемы. Я не думаю то, что эта группа легко выживет. Вот. Если будет какой-нибудь такой сценарий. Типа контр мою. То... Этот камень слишком далеко. И он по третьей линии. И я не вижу, как за один ход это мою закрывать. Да? То есть, его можно расширять. Но здесь остается пространство какое-то. Поэтому это мою не такое страшное. То есть, здесь убивать группу вот в этом большом мешке практически нереально. Потому что остаются какие-то еще адди на соединение там с пунктом R5 с углом. Либо какие-то прилипания, связанные с этим углом. Либо просто выбежать центр слишком просторно. Поэтому это не страшно. Ну, окей. Он сыграл зачем-то сюда. Я сыграл, конечно, здесь. Он прыгнул. Я сюда. Вот. И дальше он уже как бы пошел защищаться. Я очень рад. Потому что у него было мою. И он начинает в своем мою вместо того, чтобы атаковать как-то вот эти камни вторгнутые. Или атаковать вот эту группу. Он вообще играет тенуки. То есть, вот эти два хода я не понял. Потому что белый делит две слабые группы черных, которые между собой не соединены. И потом играет два хода, которые совершенно к этим группам не имеют отношения. Ну, например, я бы в L2 с черными не играл. В этом нет никакого смысла. Там базу я бы не получил. То есть, вот эти два хода совершенно какие-то странные. Я здесь просто укрепляю форму. Этому двойному хану я рад. Потому что я получаю такой Atari. Вот. И дальше я беру очки еще в угол. Ну, расширяю как бы угол. То есть, себя комфортно уже чувствую. На данном этапе, если белый не может убить вот эту группу в центре. Или какую-нибудь другую группу. То партия все. Потому что у белых нету очков. Ну, сверху есть немного очков. Снизу есть немного очков. Может быть, в центре будет немного очков. Но у черного как бы четыре угла плюс в центре крепкие группы. Поэтому очень сложно что-то тут придумать. Обычно на атаке белый что-нибудь набирает. Но дальше он... Вот это тоже странный ход. Как бы белый делит уже группы, которые имеют базу. То есть, черная группа по большому счету имеет базу. И эта группа справа... Ну, центральная я имел в виду. И эта группа справа тоже имеет базу. Поэтому смысла их делить особого нет уже. Вот. Тут есть смысл как-то дальше переходить жестко в территориальное ГО. Как-нибудь прилипать. Вот. Или там как-нибудь заставлять здесь выжить. Но это не проблема. Черный тут всегда успеет выжить. Как-нибудь... Ну, я бы наверное прилипал. Как я показал сразу. Что хочется либо тут прилипнуть. Либо сюда прилипнуть. Что-то вот оттяпывать хочется. Потому что... Либо накидываться на эту группу все-таки. Но я честно не вижу как ее убивать. Слишком она живучая. И вокруг есть куда бежать. И поэтому изначально атака была проведена неверно. Вот. И дальше я просто накидываю камни в центре. Возвращаюсь играть большие пункты. Еще беру очки. Вот. Здесь он меня просто пломбирует. Ну, уплотняет. Потом... Здесь получилось странно. Как бы он вторгся. Рядом не имел каких-то камней. Умер своей группой. Потом вот эти вот отари тоже ничего ему не дает. Ну, и дальше мы видели то, что у него нет места для двух глаз. Ну, и здесь, конечно же, можно сдаваться. Тут уже вариантов нет. То есть... Партия проиграна еще была на этапе атаки. Потому что белый не реализовал своего мою. Уже не говоря о том, что когда он потерял эту группу. Так, давайте отматывать. Ну, во-первых, проблема белых сейчас очень большая в том, что черный получил вот эти вот камни. Эти камни нейтрализуют влияние вот этой всей стены. И нейтрализуют влияние... Ну, не полностью, но вот этой стены частично нейтрализуют. Да? Оппонент правильное направление выбрал, что нужно играть от максимальной своей силы. Вот. А дальше он не контратакует. То есть здесь нужно контратаковать этот камень. Смотреть на него как на агрессивное вторжение в мою. И как-то играть так. Ну, вот. Это основная ошибка. Давайте я на всякий случай посмотрю вот с этого момента в программе еще. Вот. Теперь программа показывает то, что Белый играл феноменально. Вот. То, что ему нужно было здесь провести вот этот обмен. А потом сыграть свою какари. И дальше развивать вот это мою. То есть программа очень любит вот эту стенку. Очень в нее верит. Ну, давайте посмотрим без этого обмена то, что произошло в партии. Где тогда оппонент очень сильно потерял. Вот он прыгнул, я прыгнул. Он играет сюда. Это стандартно. Я выпрыгиваю. И он зачем-то играет этот ход. Он играет этот ход. Я играю, конечно же, сюда. Он еще раз прыгает. Я еще раз прыгаю. И он зачем-то играет ход К17. Ход вообще не в тему. Вот. Я на этот ход делаю обмен, чтобы укрепиться. Дальше. Да. Можно было Агейму сыграть. Но я решил Агейму сыграть. Так надежнее. Потом то, что я показывал. Какие-то форсированные ходы снизу. Чтобы заставить тут с двумя очками выжить. Но он это не сделал. Он зачем-то еще раз прыгает. И здесь мы видим то, что уже почти равная партия. По процентам. То есть я делаю обмен. Накидываю камни. И вот те два хода, которые я сказал. Вот первый ход. И второй ход. То есть я забрал очень много очков. Дальше. Ну, дальше мы видим то, что у черных просто больше. То есть, как ему нужно было играть. Играть здесь. Ханэ. Спуск. Ну, допустим, я бы... Да. Вот этот ход я ждал. Этот ход вынуждает меня как-то здесь доживать. в таком формате. Потом такое прилипание я тоже ждал. Оно тоже меня обязывает выживать. Ага. И потом даже есть разрезание такое. Раз, два, три. Да. Вот это... Теперь понятно, почему он так считал компьютер. Потому что здесь было разрезание. И мой оппонент не порезал. То есть... Да. Вот этот ход был Сента. Б5. Именно поэтому я сам в Б5 чуть позже сыграл. Вот. А так мы видим то, что по процентам оппонент развалился именно после вот этих всех прыжков и потери темпа на поедание ненужных камней в центре. То есть ему по большому счету нечего уже атаковать. Он меня только укрепляет. Вот. Вот. Ага. Здесь не нужно было мне отвечать. Да? Хорошо. Ну и вот это вторжение совсем было очень странным, на мой взгляд. Тем более он еще там умудрился умереть. Ну, после того, как он умрет, тут, конечно, будет 90%. Ну, то есть, получается, у него все было шикарно. Как я и сказал, вот на этом моменте все очень хорошо для белых. Потому что есть очень большая стенка. Моя группа только частично ее как-то перекрывает. Но дальше он просто не довел исполнение корректно. Несмотря на то, что показывает проценты программы, вот такие ходы, например, К-17, которые позволили черному крепиться. С потерей темпа это все сыграно за белых. То есть он какие-то очки забрал, но черный успел и укрепиться в центре, и забрать очки справа. Вот, и потом еще, да, вот тут я накидал чего-то там и сыграл сюда. И здесь все равно он мог порезать, да, получается. То есть если сюда, если я соединюсь с бамбой, то получается у меня один глаз, я так понимаю. То есть он может даже так сыграть как-нибудь. Я сюда. Он Атари. Я Атари. Он пробьет. Я пробью. Ага, он может такую кубарьбу сыграть. Это очень опасно для черного. То есть там чисто в двух глаз нет. И на этот ход черным нужно отвечать. Потом белый может порезать, как я показывал. У черного есть какая-то контр-игра. Ну, мы же здесь выходим. Да. Потом зачем-то сюда. Ну, в общем, непонятно, что показывает программа. Но то, что я сказал, было правильно. То есть он некорректно меня проатаковал и потерял на этом какие-то ценные ходы. Я успел отыграть на территорию. Он не воспользовался вот этой возможностью разрезания. Потом зачем-то вторгся и умер. Ну, и после этого, конечно, ему нужно было сдаваться уже. После того, как он умер своей группой. Ну, вот такая ситуация, друзья. Спасибо вам за внимание и до новых встреч. Хорошо. Хорошо. aa